Коллеги, уважаемые, добрый вечер. Давайте мы начнем наш семинар. Он у нас с вами сегодня посвящен сглаживанию и выравниванию загрузки ресурсов, как это обозначено в названии. Павлова Елена, учебный центр-специалист. Приветствую всех, кто очно пришел и еще придет. Тех, кто подключился и будет подключаться в течение этого семинара и тех, кто будет, возможно, слушать это в записи. Ну и без долгих вступлений, без долгих предисловий. Те, кто подключились, знают, что это за тема, к чему она относится. Немножко очень коротко напомню теорию. И основная часть времени семинара, она посвящена демонстрациям возможности инструмента, как это происходит и то, и другое, изглаживание и выравнивание. Коротко по теории. Ну, первоисточник, собственно, всей информации по управлению проектами, в том числе про выравнивание загрузки ресурсов, это американский стандарт, руководство к своду знаний по управлению проектами, стандарт PMBOK. В общем, в этом смысле шестая редакция от пятой, от четвертой никак не отличается. Всегда было, есть и будет в управлении расписанием, в процессе, который называется разработка расписания, целый большой объемный набор инструментов. И это инструменты метод критического пути, это инструмент анализ резервов, это инструмент сжатия расписания, ну и в том числе такой инструмент, который называется оптимизация ресурсов. Ну и напомню, так может быть, это для кого-то будет внезапно, оптимизация ресурсов представлена двумя основными подходами. Это все цитаты из руководства PMBOK, выравнивание и сглаживание. Как-то на уровне такой бытовой лексики всегда это звучит, не только бытовой, собственно, бизнес лексики всегда это звучит как выравнивание загрузки ресурсов, но есть еще такое понятие сглаживание. Сглаживание, собственно, определение они сейчас на слайде и на экране, и на что в первую очередь стоит обратить внимание, что здесь важно, что учли эксперты PMI, и что важно, и что они не учли. Выравнивание и сглаживание – это два разных понятия. И то, и другое связано с ситуацией дефицита ресурсов. Речь идет, конечно, о трудовых ресурсах, которые выделяются под проект, но есть разница. Собственно, ключевое различие выравнивания и сглаживания в том, что сглаживание ресурсов выполняется при обнаружении дефицитов ресурсов за счет свободного или общего временного резерва операций. И, соответственно, это приводит к тому, что дата окончания проекта не откладывается, то есть она не изменяется никак. Критический путь проекта в результате сглаживания не изменяется. Хорошо, когда это возможно сделать в проекте. Так не всегда бывает. Можно. Не всегда хватает величины этих резервов свободного общего для того, чтобы убрать все дефициты ресурсов. Ну и поэтому, собственно, в самом руководстве к своду знаний по управлению проектами есть ремарка о том, что с помощью сглаживания ресурсов может быть невозможно оптимизировать все ресурсы. В отличие от сглаживания, выравнивание загрузки ресурсов – это на самом деле не просто устранение дефицитов. Ну то есть так, чтобы требования к ресурсам не превышали предустановленные лимиты – это как раз вопрос сглаживания. А выравнивание загрузки ресурсов – это мало того, что может привести к изменению первоначального критического пути. Ну то есть это не только свободный и общий временной резерв операций, это в том числе перепланирование операций на какой-то совершенно другой срок. И если эти операции такие лежат на критическом пути, это, конечно, приведет к изменению общего срока проекта. Но главное и важное даже не это. Важно то, что выравнивание загрузки ресурсов – это не устранение дефицитов, это выравнивание загрузки. Ну то есть это устранение простоев ресурсов в том числе, это поддержание использования ресурсов на постоянном уровне. И поэтому, наверное, можно говорить о том, что сглаживание ресурсов – это вопрос управления ресурсами в одном отдельно взятом проекте. И это, в общем, инструмент руководителя проекта. А выравнивание загрузки ресурсов – это вообще не задача руководителя проекта. Это, скорее, вопрос управления ресурсами во всем портфеле проектов. И это анализ тенденций использования компетенций с учетом того, что проект, он не один происходит в каждый данный момент времени. И это принятие каких-то решений на основании этого анализа не только по устранению дефицитов, но и, возможно, о полном перепланировании ресурсов. Вполне возможно, нам просто не хватает людей для того, чтобы закрыть всю потребность и для того, чтобы успевать выполнять все заказы. И, да, провалы в использовании ресурсов на уровне всей компании, на уровне отдельного проекта, простой ресурс не очень важен. Потому что, ну, как-то предполагается, что за рамками проекта в этот момент человек занимается чем-то другим. Он просто возвращается, возможно, временно возвращается в свое подразделение и либо операционная деятельность, либо другие проекты, то, что его занимает. А вот на уровне всего портфеля проектов, провал в использовании какой-то компетенции, он может быть критичным. Ну, просто потому, что у меня, да-да-да, здравствуйте, простаивают люди. Как это выглядит в самом руководстве? И, соответственно, как дальше посмотрим, как сглаживание, выравнивание выглядит в инструменте Microsoft Project. Это схема из самого PMBOK. И, ну, в общем, если на нее внимательно посмотреть, как, собственно, эксперты PMBOK предлагают, что они считают инструментами оптимизации, в частности, таким подходом, как выравнивание загрузки ресурсов, вот в каком-то небольшом частном случае, частном фрагменте какого-то проекта. Сверху до, снизу после выравнивания. Там, где до выравнивания две операции A и B идут параллельно, зависят от точки старта и влияют на общий последователь операцию C. Ну, соответственно, суммарно этот фрагмент проекта занимает два дня. Первый и второй. На этом проекте используются два ресурса. Том и Сью. И каждый из них выполняет по две задачи. Том задействован на операции A и на операции C. И у него все в порядке. Он в первый и во второй день работает по 8 часов. У Сью не так все хорошо. Ну, то есть она-то тоже две операции выполняет, но у нее обе попадают на один и тот же рабочий день. И, соответственно, в этот день она загружена на 16 часов. Мы понимаем, что Сью это не компетенция. Сью это живой человек. Наверное, ей не очень понравится работать 16 часов в этот день. Соответственно, надо как-то убрать этот дефицит. Когда во всей возможной методической литературе по управлению проектами, во всех возможных, в том числе учебных курсах, заходит речь о том, что убрать этот дефицит ресурса можно за счет того, что мы можем привлечь какого-то дополнительного специалиста. И отдать одну из операций, перегружающих Сью, какому-то другому человеку. Или мы можем одну из этих операций отдать на аутсорсинг, то есть выполнить замену ресурса. Или мы можем, например, в каком-то частном случае часть работы Сью, часть трубозатрат запланировать на сверхурочное время. Все это, строго говоря, не является инструментами оптимизации загрузки ресурса. Если мы можем привлечь какого-то дополнительного специалиста или, в принципе, отдать какой-то внешней компании одну из задач, это значит, что у нас дефицита ресурса нет. Это значит, что мы еще просто не допланировали этот проект. И, в общем, убрать дефицит заменой можно, но это не выравнивание загрузки ресурса Сью. Ну и уж тем более, если речь идет о сверхурочной работе, сверхурочная работа – это, в принципе, не инструмент планирования, это фактическая величина, которая говорит о том, что во время выполнения работ на проекте у нас наступило какое-то рисковое событие и пришлось вывести человека в нерабочее с точки зрения его календаря время. Ну, то есть сверхурочная – тоже не инструмент выравнивания, не инструмент оптимизации. И что предлагают именно как подход к выравниванию на уровне общей мировой хорошей правильной практики эксперты, составлявшие эту схему. Они предлагают задачи А и Б выполнять последовательно. Ну и, соответственно, у Сью загрузка выравнивается, она в первый и во второй день работает на проекте. Ну и, в общем, у Тома-то и не было никаких проблем. То есть он в первый и в третий день работает над своими задачами. Всего остального про этот проект мы не знаем. Мы не знаем, этот фрагмент проекта в принципе лежит или не лежит на критическом пути. Если лежит на критическом пути, то, соответственно, сейчас на день сдвинулся срок проекта, в принципе, дата окончания проекта. И тогда это выравнивание. Если это не критические задачи, то есть параллельно с этими задачами там что-то более длинное происходит, и оно осталось где-то здесь за кадром, то, соответственно, мы это сделали за счет использования общего временного резерва операции Б, и у нас, в общем, срок проекта не поменялся. То есть судить о том, сглаживание это или выравнивание, нельзя. Единственное, только, ну вот, действительно, по не очень понятным причинам, эксперты в данном случае предложили, ну, на мой взгляд, это моя точка зрения, предложили не самый оптимальный способ именно выравнивания. Все-таки, если вернуться к определению понятия выравнивания, это поддержание, использование ресурсов на постоянном уровне, без провалов, без простоев. А сейчас создан простой, но не у Сью, а у Тома, да? Ну, то есть до сих пор-то с Томом все было понятно. Он там в понедельник и во вторник работал над своими операциями. А сейчас это разносится на понедельник и среду. Чем занимается Том во вторник, мы этого не знаем. Хорошо, если это Том, хорошо, если он вернулся в свой отдел и во вторник он, ну, какую-то другую работу выполняет. Тоже не очень хорошо, потому что он потом в среду придет, вернется и начнет вспоминать, что там в понедельник было, и у него может немножко упасть в связи с этим производительность и так далее, и так далее. Но ладно, если это Том, и ладно, если это учет на уровне общего пула ресурсов. А если это не Том, а если это, например, подъемный кран, который мы первый месяц, второй месяц использовали и оплачивали аренду, которая для нас оправдана работой какой-то. Ну, а сейчас у нас первый, второй, третий месяц это оплата аренды, причем второй месяц это просто простой, да, этого подъемного крана. На мой взгляд, ну, правильнее было бы с точки зрения именно выравнивания загрузки ресурсов и, собственно, зависимости между операциями, отображенные на схеме, позволяют это сделать. Наверное, сначала все-таки выполнить операцию Б, та, ту, на которой задействована только силы. На вторник снести операцию А, ну, то есть порядок их поменять, не А, Б, С, да, А, Б, А, С. Во второй день операция А, когда задействованы Том и Сью, Сью освобождается после этого дня, а Том просто на следующий день приходит и работает. Это то, что есть в PMBOK. Все. Как это выглядит в самом инструменте, в проекте, да. В проекте есть встроенный алгоритм автоматического выравнивания загрузки ресурсов, который работал, ну, в том числе в самых-самых ранних версиях, в самых ранних выпусках проекта, когда еще графического интерфейса не было. Он немножко изменялся, ну, на моей памяти это диалоговое окно менялось пару раз. Один раз, например, тогда, когда появились задачи, запланированные вручную. И, собственно, каков порядок действий, да, в проекте, если у нас наблюдается вот эта перегрузка ресурсов, эти дефициты ресурсов. Ну, наверное, первая задача – это оценка этих дефицитов, оценка перегрузок. И это всегда хорошо видно в любом разрезе. Ну, то есть, если у меня есть какой-то там очень условный, это, конечно, всегда такая умозрительная задача, если речь идет об инструменте, да, и алгоритме выравнивания. У меня есть проект, спланированный определенным образом, здесь указаны хронологические зависимости между операциями. У меня есть компетенция в проекте, консультант с емкостью, 500% 5 человек, условно говоря, да, они каким-то образом распределены между операциями. Понятно, что большая часть задач, они попадают на одно и то же время, на один и тот же срок, ну, и отсюда появляются дефициты. Где-то один консультант работает, где-то четверо, где-то трое. Как можно увидеть перегрузку ресурса, превышение доступности? Красные человеки в диаграмме Ганта покажут, на каких задачах возникла перегрузка. Красное выделение в листе ресурсов. Собственно, какие ресурсы перегружены, потому что они могут быть не все перегружены. А в графике ресурсов всегда можно посмотреть, ну, основную тенденцию использования, по пиковым единицам судить, основную тенденцию использования этой компетенции. И анализировать перегрузку можно и по дням, и по часам с минутами, и по неделям, и по месяцам. И, ну, понятно, что нужно выбрать какой-то наиболее адекватный масштаб оценки вот этих перегрузок, увидеть, где возникли непроизводительные простои, увидеть, где пиковые вот эти вот красные столбики гистограммы вышли за тонкую черную выделенную емкость этого ресурса, ну, тут постоянный ресурс 500%, оценить тенденцию использования этого ресурса, ну, и, соответственно, воспользоваться алгоритмом автоматического выравнивания загрузки. Если решать эту задачу как умозрительную, как, ну, некоторый проект, состоящий из ABCD и некоторая одна компетенция. Если это не умозрительная задача, а какой-то, собственно, реальный проект, то обычно же это какой-то более или менее большой состав работы, ну, какой-то внушительный, да, такой, где-то используются, где-то не используются трудовые ресурсы, тут просто фамилии заменены на название компетенции, а изначально в графике проектов люди присутствуют. Ну, и, соответственно, по диаграмме Ганта по красным человекам оценить, где на каких операциях перегружен ресурс. И если руководитель проекта вот таким вот образом, да, просто по красным человечкам можно посмотреть, вот таким образом планирует проект, то вот здесь вот уже выровнять загрузку ресурсов, ну, это практически нереальная задача, невозможная задача. Да и по большому счету это не задача руководителя проекта. Даже если это проект, а так, в общем, можно представить себе, что это такой большой портфель проектов, даже в этом случае, скорее всего, задача устранения дефицитов ресурсов, она передается в проектный офис, она передается планировщику, и дальше планировщик уже начинает анализировать тенденцию использования компетенции. Ну, то есть, не всегда ведь в проектах так бывает. Если посмотреть на руководителя проекта, который загружен, то, наверное, больше всех на этом проекте выделен-то один человек, да, используется их много. И посмотреть график по этому ресурсу, то, ну, понятно, что, во-первых, анализ в масштабе дней, он не даст никакой картины. Поэтому, ну, наверное, первым шагом определяем масштаб анализа перегрузки ресурсов. А дальше анализируем, собственно, тенденцию использования этой компетенции. И хороший планировщик, хороший, там, такой администратор корпоративного пула ресурсов, он сразу на уровне буквально тенденции поймет, что если у нас в компании будет использоваться один руководитель проекта, ну, еще раз повторюсь, это, конечно, один отдельно взятый проект, но то же самое будет видно и в корпоративном пуле, да, то одного человека нам хватит в марте-апреле, ну, и потому как распределились задачи в марте-апреле какого-то следующего года. То есть, видимо, март-апрель – это какие-то такие месяцы, когда выделенной емкости этой компетенции достаточно. Дальше он посмотрит, какое среднее использование этой компетенции. И на самом деле, ну, мы же не только пики анализируем, да, мы смотрим, сколько в целом нам нужно этой компетенции. В данном случае, очевидно, общая такая тенденция использования – это 500 или меньше, да, ну, при условии оптимального распределения задач, это, наверное, даже меньше 500%. 500% полностью закроют практически все перегрузки. И есть какие-то только два месяца, ноябрь-декабрь, когда, ну, этому человеку приходится за 30-рых работать, да. И, наверное, 30 руководителей проектов, ну, 30 вот этих вот, да, вот этой компетенции, брать на работу в компании, наверное, не нужно. Но и одним не обойтись. Наверное, все-таки, если речь идет об анализе годового использования этой компетенции, наверное, это все-таки 4 или 5 руководителей проектов, ну, я поставлю 500%. Это, конечно, не уберет, да, сейчас никакой дефицит. Но зато это уберет вот эти вот, уберет вот эти пики. А если на самом деле такой правильный планировщик вот эту всю ситуацию анализирует, он не пятерых возьмет, он возьмет, скорее всего, четверых, и просто перераспределит задачи между февралем, мартом, июнем и так далее. Что делать с ноябрем, с декабрем? Руководитель проекта не будет принимать в своем проекте решения, да, по поводу вот этих дефицитов. Это только проектный офис, только централизованное управление ресурсами может закрыть этот вопрос. Ноябрь, декабрь, наверное, ну, и, возможно, там где-то частично январь, тут не очень большая проблема по январю, но тем не менее, закрывается все-таки аутсорсингом, да, ну, то есть, вот, брать на контракт, там, постоянно людей в штатах оформлять, просто потому что у нас есть два пиковых месяца, наверное, нет. Собственно, перепланировать с ноября-декабря задачи, наверное, тоже нет, потому что у меня тогда на пять лет размажется весь проект, вместо двух с половиной, да. А закрыть аутсорсингом, наверное, это правильное решение в данном случае. Но что может сделать руководитель проекта, если он видит эту картину? Он не является владельцем ресурсов по правильной методологии, да, то есть, он, он, в принципе, просто по определению, он передает проблему дефицита всегда тем, кто управляет емкостью компетенции, управляет, управляет какими-то решениями, которые принимаются на уровне всего портфеля проектов. 500, все-таки можно остановиться на 500%, здесь ровно потому, что даже после перераспределения между месяцами работ, все равно окажется, что в каждом следующем месяце у одного из этих пятерых то отпуск будет, то еще какие-нибудь там отбуды. Ну, то есть, все зависит уже дальше от компании, готова компания с легким избытком держать этот ресурс или нет. Вот это уже не умозрительная задача, тут уже становится понятным, что нужно делать, что происходит. Ну, я вернусь к вот этому проекту. Если это какая-то такая картина, то дальше либо руководитель проекта в своем проекте, либо планировщик в корпоративном пуле ресурсов, оценив такую тенденцию использования компетенции консультант, может воспользоваться встроенными в проект инструментами выравнивания загрузки ресурсов. Здесь не различается сглаживание и выравнивание. И строго говоря, в проекте алгоритм не работает на вот эту одну из самых важных задач – устранение простоев. В проекте алгоритм выравнивания, тот алгоритм, который называется выравнивание – это, собственно, устранение дефицитов. Но сделать так, чтобы устранились дефициты, не изменяя критический путь, можно. Как это происходит? Это в любом случае вкладка ресурс и вот эта вся группа команд выравнивания. И планировщики, они очень хорошо умеют пользоваться этими всеми кнопками, этими опциями. И, конечно, если ресурсов много, как это обычно и бывает в реальном проекте, выравнивать загрузку ресурсов нужно по какому-то конкретному ресурсу. Вполне возможно, если мы определились с тем конкретным ресурсом, с которым мы работаем прямо сейчас, выравнивать мы будем не во всем проекте, а только в каких-то выделенных задачах. Это выровнять ресурс, это выровнять выделенное. Это так, чтобы, ну, собственно, как-то дифференцировать, как-то сосредоточиться на какой-то проблемной зоне. Планировщики хорошо знают, что анализируется загрузка ресурсов слева направо из прошлого в будущее. И анализировать загрузку всех ресурсов в перемешку бессмысленно, поэтому первым шагом надо, наверное, отобрать задачи, которые используют какой-то конкретный ресурс. Анализировать эти задачи из прошлого в будущее. Но тут в этом условном маленьком файле это все уже решено. Ну и дальше мы, ну, тут, в принципе, один ресурс, да, и тут, в принципе, все задачи, они такие одинаковые. И, в общем, это одна какая-то единая целостная проблема. И мы можем немножко настроить такими опциями вот это автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. Это команда параметра выравнивания, ну и, собственно, само по себе вот это окно. Выполнять автоматически это отдать на откуп, не глядя, закрыв глаза, на откуп самому инструменту устранения всех дефицитов уже во время назначения ресурсов. Ну, то есть, проект настолько, насколько это будет возможно, если это не будет противоречить здравому смыслу, просто не будет допускать перегрузки ресурсов, но и на лету при назначении ресурсов на задачи будет перепланировать эти задачи на более поздний срок. Так слепо доверять искусственному интеллекту не надо, пускай переключатель будет установлен на выполнять вручную, как это и есть, по умолчанию. В этом случае алгоритм запускается по выбору команды выровнять все. Ну, то есть, это можно бесконечное количество раз запускать в одном файле, выровнять, если не нравится, чистить выравнивание, а если нравится, сохранить результаты предыдущего выравнивания, еще выровнять второй, третий, четвертый, пятый раз. Ну, то есть, это становится уже управляемым для пользователя. Дальше, поиск превышений доступности по минутам, часам, дням, неделям, месяцам. Если не больше 8 часов в день, то по дням. Если не больше 40 часов в неделю, а как по дням эти 40 часов распределяются, нам не важно. Пусть сегодня 12, завтра 4. Главное, чтобы суммарно не больше 40, то по неделю. Если важно, чтобы на каждый час реального астрономического времени не больше часа работы, то по часам. Ну, и, соответственно, при опции поиск превышений доступности по дням вот такой набор красных человеков. А если выбрать, например, по месяцам, то набор красных человечков, он немножко меняется. Ну, то есть, по месяцам где-то меньше, где-то больше вот эта вот критичность для конкретно этого ресурса, этой компетенции. Ну, я верну по дням. Очистка данных предыдущего выравнивания. Флаг нужно снять. Если результаты предыдущего выравнивания меня устраивают. Потому что я как планировщик иду слева направо из прошлого в будущее. Ну, и, собственно, я предыдущую проблему решила, и мне не надо чистить результаты выравнивания при выравнивании на следующей проблеме. Вот уже флаг снимается. Выравнивание в ограниченном диапазоне это если у меня горизонт планирования не очень большой. Он не распространяется на весь проект. Это если мне надо, например, освободить какой-то ресурс, какую-то компетенцию. Не то чтобы освободить, да, просто убрать дефициты этого ресурса в какие-то конкретные, в каком-нибудь конкретном июне, допустим. Потому что в июле-августе, скорее всего, по поводу этого ресурса будут приниматься какие-то другие решения. Может быть, мы с июля просто дополнительного человека возьмем. Поэтому я сейчас июль не трогаю, не перепланирую. Я выравниваю в ограниченном диапазоне дат. Я просто выбираю, в какой диапазон мне интересен. Ну, выравнивание пусть будет во всем проекте. Дальше основные настройки, собственно, этого автомата выравнивания это вот этот выпадающий список. Порядок выравнивания и набор флажков. Что такое сглаживание ресурсов? Вот то, что в стандарте PMBOK называется сглаживание. Это галка «Выравнивание только в пределах имеющегося резерва». Сейчас перед тем, как запускать выравнивание, еще раз сверимся в графике ресурсов. Пиковая загрузка. Здесь масштаб шкалы времени по неделям. Пиковая загрузка по неделям 900%, где-то 800%. Ну, и, собственно, в диаграмме ГАНТа хорошо видно, что у многих задач здесь есть и свободный, и общий временной резерв. И, в общем, не исключено, что за счет использования этих резервов можно будет убрать какое-то пиковое переиспользование этого ресурса. То есть, если нужно воспользоваться сглаживанием, это флажок выравнивания только в пределах имеющегося резерва. Выровнять все, конечно, появится сообщение о том, что приложению не удалось устранить превышение доступности ресурсов. Это то, о чем нас предупреждали эксперты. У нас с помощью сглаживания может быть невозможно оптимизировать все ресурсы. на всех пиковых вот этих моментах, случаях их использования. Ну, и, соответственно, приложение в данном случае предлагает три варианта. Можно, в принципе, остановить работу этого алгоритма, а можно пропустить или каждую следующую, или сразу все вот эти вот проблемные участки. Ну, пропустить все. Что-то неуловимым образом изменилось. В данном случае в графике ресурсов можно посмотреть. Такое впечатление, что ничего не произошло. По графику ресурсов, судя, здесь за счет использования резерва некритических задач в принципе не удается даже немножко снизить вот это вот пиковое использование ресурса консультант. Ну, то есть, как было там две недели по 900%, так и осталось. Даже если что-то где-то в какие-то недели, там перегрузки ушли в результате этого, то, ну, в общем, проблему это для нас не решило. Но зато и срок проекта не изменился. То есть, там, где можно, там можно. Где нельзя, там нельзя. Для того, чтобы не гадать, что произошло или не произошло, напомню, что в самом приложении есть, собственно, отдельное представление, которое называется «Диаграмма Ганта с выравниванием». Представление, в котором можно посмотреть на результаты выравнивания. И оливковые отрезки – это до выравнивания, а голубые отрезки – это результаты выравнивания, собственно, то, как это есть после выравнивания. Ну и, в общем, здесь прямо сейчас видно, что, в общем, никакие задачи не смог проект перепланировать, переместить на более позднее время, не смог убрать никакие пиковые перегрузки этого ресурса. Если у нас, ну, какие-то изменения могли произойти на самом деле, если у нас результаты выравнивания не устраивают, можно выбрать команду «Очистка выравнивания», «Очистить выравнивание для всего проекта». Я вернусь пока в обычный гад. Ну и, наверное, раз со сглаживанием никак, то значит выравнивание, значит это то, что может изменить первоначальный критический путь ну и, соответственно, в параметрах выравнивания этот флаг, ну, все, в пределах имеющегося резерва нет, не получилось. Этот флаг, он, собственно, снимается. А у меня здесь еще и устранение. Поиск превышений доступности еще по месяцам был. А можно попробовать, кстати говоря, по дням в пределах имеющегося резерва. А вот по дням, если, да, выполнять выравнивание в пределах имеющегося резерва, то есть, собственно, сглаживание ресурсов, то тут немножко меняется картина. Тут остались пики по 800%. Ну, на 100% нам немножко удалось выиграть, да, вот эту ситуацию. И, собственно, тоже точно так же можно посмотреть, что изменилось в Гантис выравнивании. Вот зеленые отрезки – это до выравнивания, голубые – это после выравнивания. Но все равно, проблему мы полностью не убрали, поэтому очистка, выравнивание для всего проекта. И я возвращаюсь в настройки этого алгоритма. Сглаживанием мы чуть-чуть проблему убрали, но далеко не все. Поэтому, что дальше? При выравнивании допускается коррекция отдельных назначений для задачи и при выравнивании допускается прерывание оставшихся трудозатрат. Но проще всего с прерыванием. Это вот если выбрать команду «Выравнять все», уже не в пределах имеющегося резерва, хотя при сглаживании это тоже было видно, то видно, что какие-то задачи прерываются. Тут, конечно, да, все, все дефициты ушли, но какие-то задачи разорваны. Правильно это или нет? Соответствуют это, ну, в общем, технологии выполнения этих задач или нет? Это большой вопрос. Если выполнить выравнивание, отказавшись от возможности прерывать... Я почищу выравнивание и сниму этот флажок. При выравнивании не допускается прерывание выравнять все. То тут немножко другая картина. Во-первых, ничего не разорвано. Во-вторых, это, ну, собственно, другой срок выполнения задачи. Другая длительность, другие даты, и тоже надо смотреть, устраивает нас это или нет. Очищаю выравнивание. Кроме того, что на уровне всего алгоритма можно допускать или не допускать, по умолчанию допускается прерывание оставшихся трудозатрат. Можно еще и на уровне отдельных задач. Либо разрешить, либо не разрешать вот это прерывание. То есть, есть такое отдельное поле, отдельный столбец, допускается прерывание при выравнивании. Ладно. Допускается коррекция отдельных назначений для задачи. Это я сейчас попробую просто на отдельном файле показать. Это если в задаче больше одного назначения у задачи. У меня есть две работы. Раз, два. Обе по пять дней. Обе параллельные. Например, у меня не один ресурс, консультант, не одна компетенция, а несколько. Есть у меня, допустим, исполнитель. И есть его помощник. Одному человеку каждого из них. Ну, соответственно, исполнитель назначен на обе операции, а помощник только на одну. Вот такая картина. То есть, у меня две одинаковые задачи, пятидневные. Ну, и понятно, что у меня исполнитель в данном случае перегружен. Но на вторую задачу у меня два назначения сразу. Ну и, соответственно, если выровнять, при том, что допускается коррекция отдельных назначений для задачи, выровнять все. У меня эта вторая задача, она не перемещается, а удлиняется. За счет чего происходит увеличение длительности операции? За счет того, что назначения исполнителя и помощника, они просто разнесены на разное время. То есть, задача осталась по-прежнему такой же, там, такое же количество часов работы. Но, если посмотреть на нее в использовании задачи, хорошо видно, что помощник в свое время, в максимально раннее для себя время, выполняет свою работу. А вот этот вот исполнитель, он тогда освободится от первой задачи, придет, доделает эту работу. Ну, и за счет этого, суммарно, вся эта задача длится 10 рабочих дней. Ну, то есть, это увеличение длительности задачи, хотя объем работ не изменился. А если в параметрах выравнивания сказать, что коррекция отдельных назначений не допускается, ну, то есть, мне нельзя, чтобы люди работали в разное время, потому что пока это люди с разными компетенциями, это одна история. А совсем другое дело, если это, например, водители и автомобиль. Ну, то есть, если это человек и оборудование какое-то, да, которое автономно друг от друга не работает, ну, тогда я просто не допускаю коррекцию отдельных назначений. И при такой конфигурации, запуская выравнивание, здесь немножко другая картина. То есть, тут не удлиняется эта задача, а здесь та, на которой меньше ресурсов, она просто переносится на более поздний срок. Вот за что отвечает эта галка. И точно так же, как на уровне отдельных операций можно допускать или не допускать прерывания, точно так же можно, даже допуская коррекцию отдельных назначений для задачи на уровне всего алгоритма, при этом запретить это для каких-то отдельных работ. За это отвечает столбец выравнивания назначений. Оно тоже такое, это поле, да, нет. То есть, мы или допускаем, или не допускаем. Тогда на уровне всего алгоритма остается, да, допускается, а на уровне каких-то отдельных операций, нет, не допускается. Выравнивание загрузки предложенных ресурсов, это такая серверная функция, серверный флажок. Если Project Professional подключен к Project Server, и планировщик работает в пуле ресурсов, то вполне возможно в корпоративном пуле у некоторых ресурсов статус, тип резервирования, не выделенный под проекты, а только запрошенный, предложенный. Ну так надо учитывать их загрузку, предложенную, да, или нет. Ну и выравнивание задач, запланированных вручную, это вопрос авторежима и ручного режима планирования задач. Основная настройка, собственно, почему в таком порядке Project выравнивает загрузку этой компетенции, это порядок выравнивания. И здесь несколько вариантов. Первый из них только по идентификаторам выполнять выравнивание. Это в принципе в проектах, в которых для операции заданы зависимости, это не актуально. Ну потому что тут все-таки технологические связи между работами. Это актуально, вот это только по идентификаторам, для случаев планирования загрузки исполнителя владельцем ресурса, не руководителем проекта, а владельцем ресурса, ну то есть начальником отдела. Бывает иногда Project используют для, ну собственно, планирования работы отдела и планирования доступности и загрузки сотрудников отдела. Вот тогда по идентификаторам, да, то есть у меня никакого другого порядка приоритетов для нападавших на моего исполнителя задач нет, есть только номер строки, да. Только по идентификатору это номер строки, это порядок самих элементов в составе работы. Остается два, стандартный и по приоритетам стандартный. Ну по умолчанию применяется, выбран здесь стандартный порядок выравнивания. Стандартный порядок выравнивания это значит, что Project, ну он анализирует вот эту конструкцию с операциями и с заданной для выравнивания компетенцией и принимает решение, что раньше, что позже. Что можно прерывать, что нельзя прерывать, что можно углинять, что нельзя углинять, это галки. А вот порядок, да, что раньше, что позже, это вот этот стандартный порядок выравнивания. Что стандартный порядок выравнивания анализирует? В порядке убывания значимости. Но в первую очередь его все-таки интересуют технологические связи между операциями. Ну и понятно, что если операции связаны, то есть главные влияющие, а есть зависимые. Ну и соответственно зависимые перепланируются на более поздний срок. Если, допустим, в какой-то паре операций или в нескольких операциях нет зависимости, то Project в принципе смотрит на наличие последователей у операции. И первыми будут задерживаться, откладываться на более позднее время задачи, у которых нет последователей. Если в принципе с предшественниками-последователями вопрос для Project решен, и он все равно находит несколько одинаковых задач с одинаковыми предшественниками-последователями, что он анализирует дальше? Дальше общий временной резерв. Ну и понятно, что чем больше общий временной резерв, тем вероятнее задача будет задержана и отложена на более поздний срок. То есть для него в этом смысле порядок приоритетов определяется по минимальному общему временному резерву. Поэтому самые приоритетные это критические задачи. Дальше, если и в этом смысле он найдет несколько одинаковых задач по предшественникам и по общему временному резерву, он посмотрит на поле начала. И ранние задачи для него важнее, чем те, которые позже начинаются. Можно вместо даты начала установить какой-то свой приоритет. Ну и порядок выравнивания выбрать по приоритетам. Этот приоритет, он будет в любом случае учитываться, но если остается стандартный порядок выравнивания, приоритет анализируется после даты начала. А если выбран порядок выравнивания по приоритетам стандартный, то сначала проект анализирует приоритет, а потом уже дату начала. И параметр приоритет это атрибут задачи, который можно установить либо через свойства задачи, либо просто добавив в столбец приоритет и соответственно отрегулировать от единицы до тысячи по умолчанию шаг 20 у этого приоритета. Ну и чем выше значение, тем выше приоритет задачи. Project чувствителен к приоритету с шагом в единичку, но лучше оставлять вот этот шаг, тот который принят по умолчанию, потому что между 500 и 520 могут появиться какие-то новые задачи, но если все-таки речь идет о пуле ресурсов. Итак, предшественники, общий временной резерв, дата начала и приоритет в каком-то порядке в зависимости от выбранного порядка выравнивания. Дальше Project анализирует тип ограничения у задач и понятно, что есть задачи с фиксированными датами, фиксированное начало, фиксированное окончание. У них максимально высокий приоритет, они в принципе не будут изменены, никуда не будут смещены. Есть средние ограничения, начало не ранее, окончание не ранее, начало не позднее, окончание не позднее. Они тоже не будут перемещаться, если они конфликтуют с задачами, с операциями, с мягкими ограничениями, как можно раньше и как можно позже. И Project, кроме всех перечисленных факторов, анализирует количество ресурсов, назначенных на каждую операцию. Это вот как раз как с исполнителем и... закрыл уже файл, но неважно. Как с исполнителем и с помощником, да, и там где больше ресурсов, там задача оказывается более приоритетной. Ну и когда пользователь все это понимает и правильно сконфигурировав все настройки, выравнивает таки загрузку ресурсов, можно посмотреть, как это выглядит теперь в виде графика. Ну теперь хорошо видно, что основная тенденция использования, это все-таки 500%, столько, сколько выделено, да. Но все равно будут какие-то недели, когда этот ресурс недоиспользуется на задачах. И вот это вот простой ресурс. Хорошо, если это один проект, но это означает, что просто один человек тут не нужен в эти три недели. А в первую неделю на проекте не нужно сразу три человека из пяти. А если это все-таки портфель проектов, если это не недели, а месяцы, то это, ну так себе на самом деле, не очень хорошо. И в общем, наверное, все-таки правильно пойти по пути выравнивания загрузки, не только с учетом устранения дефицитов, но и с учетом устранения простоев. Очистка выравнивания. И, ну, поскольку это умозрительная задача, называется, какой вопрос, такой ответ, я сейчас просто определю на все задачи по пять консультантов. Соответственно, у меня пропорциональным образом сокращаются длительности операции. Это не всегда, конечно, технологически возможно, но если это возможно, то это, конечно, правильно будет. Понятно, что у меня возникла перегрузка на всех операциях, но зато все пять консультантов не за 55, а за 26 не сделают весь проект, ну, без выравнивания с перегрузками, а если выровнять всю эту красоту, то окажется, что, ну, практически в тот же самый срок, который был изначально, мы укладываемся без перегрузок ресурсов, без изменения общего срока проекта. И вот это уже, собственно, классический вариант выравнивания. Можно подсортировать по датам от ранних к поздним все задачи. Конечно, такое использование этой критической компетенции, в каком порядке консультант будет выполнять все свои задачи, и какие их тут всего-то раз, два, три, четыре, пять задачи лежат на критическом пути, определяют общий срок проекта, и как при этом используется компетенция консультанта. Вот это, как это сказать, хороший сон, приятная мечта планировщика, чтобы это было вот так, чтобы срок проекта не менялся, но при этом без изменения срока проекта компетенция использовалась без простоев и без перегрузок, без превышения доступности ресурсов. Все это то, что хотелось рассказать на сегодня. И для тех, кто заинтересован в подобных темах, напомню, что в линейке учебных курсов Центра специалистов есть и теоретические курсы, на которых мы об этом говорим с главной страницы. Если перейти на курсы управления проектами, открыть такой интерактивный путеводитель по всем курсам, то то, где мы обсуждаем выравнивание, сглаживание и в принципе руководство PMBOK, это управление проектами на основе стандарта. А то, где мы разбираем, как устроен алгоритм выравнивания, потому что, конечно, у нас есть возможность на учебном курсе подробнее про это поговорить, подробнее кейсы разобрать, ну и, собственно, в лабораторной работы порешать, это курс по работе в Microsoft Project Professional. Если надо самостоятельное большое количество кейсов порешать, то есть есть уже такая подкованность в теории и в практике, то это курс календарное планирование и контроль проекта на основе PMBOK с использованием Microsoft Project. Пока на сегодня это, наверное, все, о чем хотелось рассказать. Как раз мы подошли к границе времени, немножко его переиспользовали. Коллеги, скажите, пожалуйста, какие-то вопросы есть ли у вас на эту тему? Если есть вопросы, коллеги, те, кто удаленно подключился, вы можете задать их в чат, ну или задать их по электронной почте. У меня есть адрес электронной почты, он есть и на сайте, и, собственно, везде. Он простой, я, Павлова-сомачка-специалист.ру. Занимаюсь я управлением проектами и работаю с проектом во всех его возможных вариантах. И локальный клиент, и серверная часть, и для пользователей, и для администраторов. Поэтому, если будут возникать вопросы, welcome, буду рада продолжить общение на эту тему. В принципе, больше никакими темами не занимаюсь, но если захочется что-то спросить, узнать, буду рада. На этом, наверное, все на сегодня. Спасибо большое, коллеги, и всем удачи. Такие семинары не время от времени проходят. Подключайтесь, приходите, тоже буду рада увидеться.